Игорь Ермолаев Международник, фотограф, хотя бы я сказал бы не фотограф, а человек, который получает эстетическое удовольствие от того, что снимает там, где он бывает. Так что я бы назвал его художником. И вот когда, Игорь, вы отправляетесь в очередное путешествие, а в этот раз в Индию, я, конечно, вот просто по-человечески хочу узнать, вот примериваюсь, допустим, как любой человек, ну как бы я бы это тоже мог бы сделать. И по вашим фотографиям вижу, у вас сзади такой огромный-огромный рюкзак, да? Это еще небольшой рюкзак. Небольшой рюкзак, да? Значит, там что в рюкзаке? Ну, во-первых, здравствуйте. Я очень рад сказать приглашению к вам. Первая передача, она, в общем-то, очень понравилась людям. Вы знаете, многие звонили, сказали, давно не видели такой интересной передачи, размова на тему. Поэтому все ждут очень вторую. Ну и вот сегодня мы сделаем такую уже трилогию. Вот, и я собрал в этой передаче такое вот самое интересное, что интересно было бы людям узнать, увидеть, почувствовать. Ну, по поводу вашего вопроса, я как раз по этому поводу подготовил интересный блок фотографий. С чего, как бы вот, быт, конкретный быт туриста? То есть он, вот вы говорите, с чего начинается? Надо продумать маршрут, продумать, что с собой берешь, продумать, где будешь спать, что кушать. Эти все нюансы обычно опытные путешественники продумывают уже дома. Изучают интернет, я раньше изучал книги. И, собственно говоря, люди уже достаточно подготовленные. Ну, конечно, по месту, там уже, когда приезжаешь, узнаешь что-то у местных, узнаешь цены и ориентируешься по месту. Ну, какой-то минимум с собой должен быть. Ну, хорошо. Я понимаю, что вы остановились где-нибудь, ну, рядом с какой-то деревушкой, там, небольшим населенным пунктом. Все равно же вы в гостиницу не пойдете, потому что... Нет необходимости. Нет необходимости, значит, все равно. А как вы проезжаете большие города, вы в них тоже бываете, все равно же палатка, да? По ситуации в больших городах стараюсь найти по системе каучсерфинга или по системе хоспиталити-клаб. Либо есть такие системы поиска жилья, как Iron B&B, это очень недорогое жилье, когда люди предоставляют свои квартиры за разумную цену на сайт. Либо, это третий вариант, это могут быть и туристический клуб, это может быть и скаутский клуб, это может быть монастырь, это может быть ашрам, как в данном случае, вот в Индии. И как вот это вот выглядит в жизни, вот перемещение, ночлеги, люди, с которыми общаюсь. Я вот сделал такую небольшую подборку фотографий, которые мы сейчас можем посмотреть, а я где-то прокомментирую. Ну, давайте посмотрим. Вот, например, в Бомбее, видите, пришлось прямо на улице палатку ночью. И останавливать, да. А вот хороший вариант, когда люди в Аарангабаде приняли семья замечательная, и Нитин, и Пуджа, угостили очень хорошо, они умеют готовить, научили пользоваться индийскими пряностями, помните, которые я подарил. Вот приблизительно так выглядит еда, в основном это вегетарианская, с такими необычными названиями, панир, наан, бириани. Вот такие вот тестяные, что ли, пирожочки. Вот перемещение на поезде, эти трехъярусные плацкарты, ну, скажем так, больше похожи на тюремные нары, ну, что делать. Тут, как раз, городские зарисовки. Кстати, вот выглядит квартира. Это не храм, видите, стараются украшать богами. К сожалению, немножко быстро идут кадры. Одно из самых красивых, интересных мест, вот храм Кришны. И вот, пожалуйста, высохшие древние колодца. Опять же, мы увидели еду. Главная основа это рис с пряностями. Культ лотоса есть. Пожалуйста, лотос и едят, лотос и приносят, как подношение богам. Вот уличная еда, приблизительно стоит пару гривен, такие пирожочки достаточно приятные. Если термообработанная еда, то это можно. Выглядит вот так гостиница, очень скромная, приблизительно стоимостью 10 долларов. Уличная еда недорогая. И вот интересно, что, видите, прямо все на улице делается у них. И гладятся, и зубы рвут, и обувь чистят. В океане купаюсь только. И вот еще один каучсерфер принимает меня. Арун из Мадурая. Это традиционное угощение для гостя. Чапати, рис, карри. И я тут даже это название, бириани. К сожалению, очень быстро идут фотографии. Ну вот, для меня, конечно, палатка на улице, это, конечно, ну просто очень здорово. Немножечко, расширьте это, как это случилось. Ой, это был особый случай, это даже интересно рассказать. Ночью в Бомбии один каучсерфер, так называемый. Переведите это слово на нормальный язык. Ну, это хозяин, который принимает на ночлег в другом городе. За деньги? Нет, это бесплатный сайт обязательно. Но он находится в какой-то системе туристических, международных дел. Да, да, я принимаю здесь. Мы о ней говорили, если помните. Да, он принимает меня в Индии. Вот. И некий Рави Кумар, который обещал принять, к сожалению, подвел, можно сказать, даже кинул. Да. И представляете, 11 часов вечера, огромный мегаполис, и негде просто абсолютно ночевать. Я начал искать какие-то хостелы, небольшие отельчики. Везде закрыто или нет мест. Даже обратился, вот есть такая еще хитрость для путешественников. При каждом железнодорожном вокзале есть комнаты отдыха состава, железнодорожного состава. В Украине иногда могут принять, если есть свободные места, если они видят, что ты приличный человек с документами. Там, к сожалению, есть такая система бюрократическая. Любое здание, которое относится к правительству, а железнодорожное правительство, это правительство, не пускают. И прямо подходим к людям, где здесь можно установить палатку. Говорит, ну вот ставьте прямо здесь. Но надо спросить разрешение у босса. А кто босс? А вот у них криминальные бомби, и вот надо у криминального босса. Потому что у вас там вот это пацаны такие ходят, конкретные пацаки. Да, будут проблемы. И подходят буквально минут через пять, такие крепкие ребята. Мы тут типа контролируем район. А кто им сказал? Знаете, соглядатайство. Здравствуйте, готово, да? Вот все видят, все видят. Соглядатайство очень распространено. Ну а как вы спросили, к примеру, а где меня перед ночевать? Кому? Вот у людей? Я спросил у человека, который был в этом дворе. А он там был в курсе. И повел меня к этому боссу. А босс оказалась такая женщина, Матрона такая. О, какая прелесть. Да, и в сопровождении вот этих крепких ребят. Она не захотела себя фотографировать? Нет, нет. В общем, вели по каким-то переулкам туда-сюда. В общем, в конце концов, кончилось тем, что она поняла, что человек приличный. И разрешила, так и так, мол, хорошо, вас не тронут. И далее того, приставила ко мне еще девушку там какая-то рядом жила, которая в случае чего говорила, что этот человек получил разрешение от самого. Так и получается, мимо официальных властей, да? Мимо полиции индийской, да? Ну, это все-таки риск какой-то. Куда приведут? Что сделают? Конечно, был определенный риск. Но, с другой стороны, начало первого ночи, понимаете? Это ночью. Где-то надо, ну просто, ну где, ну на улице же не ляжешь, прямо на проезжей части. Тротуаров, как я уже рассказывал, помните, в прошлой передаче нет. Значит, единственное, это дворы. А дворы все кем-то контролируются. Вообще, Бомбей считается один из самых криминальных районов. Но это вы уже знали или догадывались, наверное, да? Что такое контролируется, что придется не к официальным властям. Конечно. Да? Конечно, да. И более того, скажу, вот многое в Индии шокирует. Вот, например, вот опять же этот криминальный Бомбей, куда съезжаются практически преступники со всей Индии. Там надо быть очень осторожным. Это же вообще, между прочим, самая большая в мире демократическая страна. И в 2028 году она должна догнать Китай по населению. При том, что в ней, допустим, есть вот такие шокирующие обычаи, как, например, вот в некоторых семьях сознательно убивают новорожденных девочек. Эта проблема замалчивается. Почему? Потому что они не могут продолжить род, но за них нужно давать приданное. То есть это двойная тяжесть для семьи. И вот по некоторым данным правозащитных организаций, это от 100 до 500 тысяч девочек в год. Вы можете себе представить. И вот мне вот эта семья, которую мы показывали, Ники Пуджи, где мы кушали, даже рассказывала вот эта женщина Пуджи с таким сожалением, что даже когда вот она приходит в больницу, то к мужчинам и к мальчикам отношение лучше, чем к женщинам и девочкам. Но этого никогда никто не снимал. Даже самые крутые в том смысле, ну как это делается? Вот снимают в Индии, все знают, вот там берег Ганга, вот костер горит, вот сжигают труп. А это ж, как это происходит вообще? Это ж как-то надо сделать, этого никто не знает. Да, эта проблема явно, видимо, замалчивается властями. С одной стороны, это самое большое демократическое государство в мире. С другой стороны, у них кастовая система все-таки в какой-то мере сохранена. Опять же, вот это отношение к девочкам, это совершенно несправедливо. Потом, более того, у них существует рабство. Прямо, да, по некоторым оценкам, 14 миллионов людей находятся в той или иной мере рабства. И это в основном бедные, неграмотные женщины и дети, которых принуждают к тяжелому, нечеловеческому труду и проституции. И такое тоже есть. Ну, это ж получается, чем беднее страна, тем больше должно быть это распространено, мне так кажется. Ну, да, да. Конечно, вот мы, вторая подборка, которая у меня есть, мы не увидим какие-то слишком шокирующие вещи. Я не снимал, допустим, жертвенные, жертвоприношения животных, птиц. Это тяжелые очень кадры, и к моей радости, по-моему, в этом году вот эти массовые жертвоприношения запретили. Когда приносилось в жертву сразу сотни или тысячи буйволов. Это ужасное зрелище или коз. Естественно, мы это не увидим. Но какие-то вещи, которые нас удивят и не похожи на нас, мы в этой подборке увидим. Ну, давайте смотреть с удовольствием. Вот, пожалуйста, уличная еда. На пыльных улицах просто нарезаны кусочки фруктов или овощей. Спят собаки. Да, собак очень много спят, собаки больные почти практически все. Вот прямо на пляже эти люди купаются, она тут какое-то, что-то жует страшное. Спят люди прямо на улицах, положив под головы сумку. Естественно, это в полной грязи. Рыба продается почему-то посыпанная песком. У нас льдом, а там грязным песком. Ну, льда что нет. Наверное, она так дольше сохраняется. Конечно же, можно увидеть верблюдов, слонов на улице. А вот старый какой-то мужчина, такой вот гуру, учит чему-то. То есть это мудрец местный. Непонятно какого возраста рыба на улицах. Коровы, где хотят, там и бродят, и собаки. Их никто не трогает. Ну, и не лечат. Вот тоже удивило. Видите, это так называемое купание по-индийски. Люди заходят по щиколотку, и все. На этом купание закончено. Это в море как раз бывает. Что еще непривычное к нашему менталитету. Столько много богов, что, видите, даже есть определенные музеи богов. Вот входишь и смотришь, как один бог общался с кем-то, чтобы разобраться. Это очень все сложно. Не каждый индейец разбирается. Все это очень красочно. Вот сцены как раз на дальнем плаве. Помните, Ганыш, который я вам подарил тогда. Он вам принесет удачи и здоровья. Такие вещи совершенно, вот, где вы, допустим, у нас видели музей о житии святых, да? Как же, допустим, там, Серафим Саровский где-то проповедует, или, допустим, Нил Столпник на столбе стоит. Ну, эти музеи городская община содержит, я так понимаю. Представляете, вот так могут ехать в транспорте на полу люди спать. А вокзалы на ночь превращаются вот в электричку, в ночлежку. В ночлежку. Ага. В ночлежку, да. Бедные районы, где все сушится на узких улицах. В магазинах кот может сидеть рядом с едой. То есть, антисанитария, рыбка продается на улице, рыбка попахивает уже. Непонятная колбаса, из кого сделана. И, кстати, как это вяжется с вегетарианством. Людей, если нет возможности поспать, спят прямо вот на улицах вместе с собаками. Пожалуйста. Вот компания. Или в храмах. Никто не трогает. И вообще интересно, что не принято переступать и будить спящего человека. Вот как-то это табу. Я вот заметил, даже вот щенок лежал возле Getaway of India в Бомбее, где ходят толпы, сотни людей туда-сюда. Все аккуратно его обходят. Во-первых, как этот щенок спит, непонятно в такой ситуации. Но факт остается фактом. Переступают, идут дальше. У нас бы уже давно кто-то пнул бы. То есть, отношение к животным, конечно, у них надо поучиться. Ну, не только животным. Все-таки вот в этой массе народу. Вот скажите мне, пожалуйста, что точно, и вы знали это заранее, что точно вам нельзя делать, чтобы не вызвать удивление или возмущение у местных жителей? Ну, вы знаете, обычно правила поведения, они универсальны для любой страны. Это, прежде всего, уважать культуру, обычаи, религию, традицию. Ну, естественно, на этом нам голова. Конечно, я изучаю эти моменты. Например, у нас знак «Окей», никаких проблем, да? Но в Португалии это так приглашают друг друга мужчины, скажем так, к известным делам, да? Допустим, нельзя в каких-то странах трогать голову ребенка. Допустим, в Непале, если ты там погладишь ребенка, ну, просто искренне, да? Да, нельзя, это может вызвать большое неудовольствие. Главное помнить это, вот где религиозные страны, как вот Индия, всемирное уважение к богам. Я вот, когда проходил в храмы, где даже нельзя белым, но я вел себя прилично, я изображал покорность, определенное благоговение, у меня были нанесены точки определенные, я получил до этого богословения. И знающие, опытные люди, они понимали, что этому человеку можно. Можно зайти, для всех нельзя, а этому человеку можно. Конечно же, если заходишь там с банкой пива попивая, да? То есть, если на брахман, да, скажут, извините, вам нельзя, и все, ничего ты не сделаешь. Есть специфические какие-то вещи. А что, шокировало вот по-настоящему, уже и был, и все в жизни видел, вот в этой поездке, что сразу, ах, я увидел, и просто, что было? Ну, наверное, все-таки жертвоприношение животных, такого массового, продуманного, там, понимаете, как вот, чтобы убить животное, там специальные даже есть приспособления, понимаете, это больше похоже на какое-то, вот, как говорят, украинское слово, кативня, да, что, вот, это, конечно, шокирует всегда. Я очень люблю животных, для меня это очень болезненно воспринималось, и, конечно, как это вяжется с прекрасным, что там есть. Вот, кстати, третья моя подборка, это как раз на, назовем так, на контрасте. Самые такие вот необычные, красивые места, которые мы не посмотрели в предыдущих передачах. Ну, это мы немножко позже, наверное, сделаем, а сейчас, и вот, как вот этот, вы меня удивите, ну, я и до этого догадывался, что все-таки эти люди из Индии, они все-таки имеют порог санитарийный, или порог вообще противонекробный, как выше, чем европейцы, быть такого не может. Конечно, я понимаю, что вот вы мне и подарили все эти пряности, все эти всякие там перцы и все так далее, они... Перцы легко найти, а вот самбар или керала масала никогда не купишь. Да, спасибо, что вы мне подарили. Но, как вам была вот палатка на асфальте, или рядом, возле проезжей части, или рядом с их понятиями чистоты, как палатку поставить, как просто утром проснуться, да, и вот так взять и вымыться, вымыть лицо. Все время же ты ходишь, ходишь, эту палатку, что все равно, что ли в языке таскать надо. Так начнем с того, что ты еще выспишь в таких условиях. Еще и выспаться надо, да. Потому что ночью там бегают крысы, там бегают собаки, да, люди ходят и так далее. Понимаете, как здесь не стоит у меня цели какого-то аскетизма. Я отлично живу и в пятизвездочном отеле, если есть возможность. То есть это философия. И на улице это не философия. Ну, точка зрения, позиция. Я не к этому клоню, к тому, что нет цели удешевить до фанатизма. Если есть возможность, я беру лучшее условие. Естественно, комфортность люблю. Понимаю, да. Но если выхода другого нету, например, это дикая природа, где там можно расположить, где-то мотель, да, естественно, там только палатка. Но ты увидишь такой вид, который и для миллионера, и для бедного человека одинаковый. Это красивейший вид. Естественно, приходится где-то приоритеты выставлять. Я еду за духовным. Я могу там плохо покушать, плохо поспать. Но духовное я ем большими-большими ложками. И это бы я назвал эстетическое удовлетворение Индией. Вы сейчас покажете как раз такие, подборку таких снимков. Да, есть такая красивая подборка. Давайте смотреть. Попутно скажу, что тысяча языков. Представляете, в Индии тысяча. Вот, кстати, что приятно очень удивило, это фестиваль цветов в Бангалоре. Как оказалось, он практически в каждом городе проходит, когда из них ставят красивые такие скульптуры. Приятно удивило, как красиво можно оформить какую-то вот географическую точку. В данном случае это самая южная точка всего полуострова Индостан, Канья-Кумари. Так вот же, взяли на острове, построили красивый храм, поставили замечательную высокую статую. Вот точка как раз, самая южная точка Индии, Индостана. Много денег не надо, но вот замечательная туристическая достопримечательность. Туда ходят кораблики за символическую стоимость. И собираются люди со всей Индии. Многие, кстати, молятся на берегу. Это считается такое место силы, сакральное. Представляете, вот на холме, на каменном холме находится как раз вот этот храм. Безопасность превыше всего, даже вот эти 300 метров до острова, каждый одевает жилет. Но какая же красочная страна, картинка все время. Люди, ну, хотят носить разноцветное, да? Более того, скажу, что даже нищие одеваются ярко. Вот меня удивило, да, ходит нищенка по вокзалу. Вот это вот девочки, видите, фотографируются. Ну, какая красота. Они обычные, это обычная одежда. То есть праздничная, она еще красивее. Да. Великолепно. Женщины стараются наряжаться очень ярко. А длинные одежды почему? Кстати, вот купание, опять же, видите, по щиколоку забрались и все, поплескались в водичке, купание окончено. Длинная одежда, тут две сразу цели. Во-первых, религиозная страна, ни в коем случае нельзя выше... Ну, скромность. Да, да, кстати, вот видите, опять цветочный слон, и мишка, и даже динозавр, и лев. Это все на протяжении нескольких месяцев аккуратно из живых цветов собирается, представляете? Да, во-первых, религиозная, только от солнца, просто от солнца защита. Если будешь ходить открыто, пряности можно вот красиво, как в таких вот специальных вазочках подавать. Слон, почти в натуральную величину. Нету серых цветов, но не вижу я. Нету серых цветов, пыль только, пыль. Ну, пыль и... Вот джунгли, даже джунгли сочные, красивые. Кстати, по поводу пыли. Представляете, один день пребывания в Бомбее или в Дели приравнивается к выкуриванию 100 сигарет. Такая атмосфера, да. То есть я выкурил 200 сигарет, наверное, да. Это вообще ужас какой. Вот семья, пожалуйста, на отдыхе обычно собирается, ярко одеваются все. Это вот средний класс приблизительно. Ну, вот теперь знаете о чем? Приехал из Индии, да? Усталый же, конечно. Какой больше усталости? Физической или нравственной? Ну, забил же себе голову уже такими интересными вещами. Ну, я думаю, в этом смысле моя голова неисчерпаемый объем, потому что... Дай Бог. Все-таки, знаете, 7, уже, наверное, 8 экваторов по земному шару. 68 стран, вот я надеюсь, в ближайшее будущее, наконец-то будет 69-е, такой небольшой прорыв. Я могу их всех вспомнить, все восполнить. У меня сохранились и видео, и фото, еще на видео, даже на кассетах еще вот этих VHC больших. То есть, это все мы еще можем показать, восстановить. Я все помню. У меня вот память на места, можно сказать, фотографическая. А насчет энергии, я вам скажу, прежде всего, там заряжаешься, наоборот, скорее энергия. Это приятное. Ты наполняешься духовной энергией. Физическая, день отлежался, отоспал, постирался, все, ты опять в форме. Я как журналист профессиональный, бывает сразу с колес и сразу в бой. А когда, коротко, уже, эх, уже, не хочу в Николаев, хочу снова поехать или пойти? Вы знаете, умный человек и в своей квартире найдет интересного больше, чем дурак в целом мире. Поэтому какой-то такой вот ломки, вот опять в путешествие, такой нет. Я домашний человек, рак по гороскопу. Понимаете, здесь больше привязка к нашей экономической ситуации. Если, допустим, завтра будет какая-то интересная акция, допустим, там очень дешевая. Ну, образно говоря, там Финляндию за 20 евро. И такое бывало. Не раз я в Норвегию за 17 евро летал. То, естественно, используешь этот момент. Но вот так, чтобы лежишь, лежишь, ой, как хочется, как хочется. Потом опять это зависит от, что твоих друзей. Вот, допустим, друзья хотят поехать. Или я там, мы встретились. А давайте-ка поедем в Монголию. А давайте-ка поедем в Монголию. Да потом приедем оттуда. Да придем на Николаевское телевидение. Да покажем это всему честному телевизионному народу. Спасибо, Игорь, что приходите. Буду рад с вами ждать встречи. Обязательно будем встречаться. Море информации есть. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова